спасибо окей ну что же тогда давайте начнем займемся практикой и я говорил мы начнем с ходьбы поэтому пожалуйста займите какое-то место в пространстве для начала именно ходьбы что перед вами было несколько шагов хотя бы которые можно было бы сделать так как мы после утренней практики уже достаточно так как-то утилешены то настройка совсем короткую сделаю но все-таки давайте мы и сделаем так если вы встали можем сначала просто оглядеться опять пространстве вот уже с этой из этого положения из другого никогда сидя именно стоя то есть там другая высота там вообще как-то все по-другому может видеться если мы смотримся в пространстве просто осознавая вот эту точку зрения что мы смотрим вот откуда-то как будто из другого места немножко чем когда мы сидели это глядимся просто для начала так бегу и такой может взгляд бросим вокруг и потом можем позволить глазам закрыться почувствовать себя уже в теле чуть больше в этом телесном канале себя расположить насколько удобно стоится действительно может быть имеет смысл чуть-чуть удобнее встать там ноги как-то поставить определенным образом чтобы они были устойчивы можем покачаться вперед-назад немножко с носок носков на пятки и установить этот баланс когда можем опираться на всю стопу целиком вздохнем и сейчас мы не будем очень долго проходить по телу я предлагаю такой вот знаете такой вот короткий душ из внимания то есть если мы поднимем внимание к макушке головы со вдохом а с выдохом как будто проведем внимание сверху донизу прям до стоп вот несколько раз такой вот с каждым вдохом можем поднимать внимание к макушке с выдохом как-то так проводить его через все тело к стопам и уходя кого больше степени стопы ощущение веса основа вдохом опять к макушке и так несколько раз пускай лишнее напряжение и все больше как-то заземляясь в этом ощущение опоры стопах потом уже можем остаться чуть чуть дольше в стопах именно задержаться все за внимание больше степени туда обращая и затем вот несколько раз давайте такое перетекание стопы в стопу сделаем начнем сейчас как бы вес вес тела переваливать перекачивать правую стопу в правую ногу левая при этом стоит на полу но при этом она становится легче 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 а право и наоборот наполняется весом это можно просто прочувствовать как это переживается как чувствуется вес тела да он перетекает из стопы стопу вот сейчас это правое и когда оно наполнится а левое станет совсем легкой можем это почувствовать и начать обратное движение это же очень медленно чувствуя сам этот процесс само это ощущение как будто знакомись с ними чувствую на вкус как переживается вес тела перетекающий стопы стопа вот простое ощущение и когда левая наполнится с на 5 можем начать перекать его через перекачивать вес вправо это то само внимание таком простому действию как тоже можем осознать как это у нас влияет прямо сейчас шум затем следующий момент такой вот следующий этап когда вес собрался в правой стопе мы можем сначала только представить представить что мы делаем шаг вперед левой ногой пока представляем но не делаем вот пробуйте поймать сам импульс который рождается этот импульс желание сделать шаг импульс желание делать шаг вы потом мы наша задача почувствовать импульс мы не делаем шаг но мы улавливаем самым пульс как он происходит внутри потом в какой-то момент вот решите и сделайте таки шаг такой вот малюсенький пол шажочка левой ногой так чтобы с закрытыми глазами не упасть проведите может быть прям по по полу не отрывая ноги не дрыгая стопы и потом очень медленно мы можем опять накатить вес на левую ногу на левую стопу чувствуя это как шаг происходит потом еще один шажок пока с закрытыми глазами такой же вот медленный очень внимательный правой ногой сейчас все внимание на ощущение веса на ощущение опоры плотности контакта хорошо следующим этапом мы можем открыть глаза и сразу заметить изменения когда глаза открываются у нас появляются новые возможности для опоры внимания может быть становимся более устойчивыми и вообще как меняется ваше переживание когда глаза открыты при этом мы по-прежнему чувствуем телесную составляющую это тащение опоры веса плотности контакт давайте сейчас походим немного вот пока на первом этапе средотачиваясь преимущественно на ощущениях именно шагов то есть вот этих физических телесных как нога приподнимается как она движется опускается как переживается перетекание веса из одной ноги в другую мы можем это как-то прочувствовать знаете как смаковать как будто когда мы пытаемся например когда мы пьем напиток и пытаемся очень хорошо почувствовать вкусы оттенки вот так же можем смаковать дегустировать ощущение веса тела чувство опоры с каждым шагом успешно но сейчас вы увидите что действительно и продолжая ходить мы сейчас начнем сделаем несколько таких упражнений внутри этого уже процесс ходьбы немножко смещая внимание акцента внимания сейчас просто обратите внимание где ваш взгляд если он внизу часто это бывает так когда очень светочен на шагах просто откройте его поднимите его как пространство чтобы могли видеть пространство широко вращая внимание меняется ли при этом что-то и мы продолжаем ходить но при этом можем уже вы распределять свое внимание между этим визуальным каналом и телесным ощущением шагов так как скорее всего у вас пространство ограничено большинство из вас там где-то в комнате то рано или поздно будете доходить до какой-то границы до стены таких вещей тогда когда вы поворачиваетесь попробуйте осознавать тоже сам импульс предшествующий повороту как это происходит как происходит выбор выбор собственно куда повернуться как развернуться стараемся улавливать не только само действие но и что ему предшествует мотивацию и вот уже здесь можем начать потихонечку постепенно добавляется вопрос на что это просто он может помогать нам раскрывать какой-то опыт когда вы например осознаете вот свою этот вот мотив мотивацию повернуться если спросите что это как послушать просто или взгляд падает какой-то объект мы можем спросить что это и как-то послушать я продолжаю ходить я предлагаю нам поэкспериментировать с ходьбой и остановками может быть время от времени останавливаться и стоять будто бы слушая прислушиваясь к пространству в целом к себе и к ощущениям потом снова почему-то начать идти вот как как рождается импульс снова пойти можем менять скорость на то стоит это то идти быстрее тут-то медленнее опять же замечаю мотивацию к этим изменениям можем менять направлении там идти не только как бы вперед лицом но иногда может быть не сделать несколько шагов спиной бок там как-то еще если мы добавим немножко больше какой-то игры эксперимента при этом наблюдаем мотивацию которая нас ведет к любому изменению не анализирую это не контролирую я просто замечаю что любому действию предшествует этот импульс внутренний время от времени можем задать этот вопрос что это чему-то конкретному объекта внутреннему ли внешнему или просто так как-то всему пространству еще один элемент который я хочу предложить эксперимент пока мы ходим вы ходите сейчас в основном насколько я понимаю так бесцельно то есть у вас есть просто чувство непереживания своего присутствия вот сейчас давайте попробуем наметить цель в пространстве это просто точку какую-то отметить на стене например идет еще и идти к ней и замечать и замечать что это меняется когда у вас появляется цель и выйдете к ней меняет ли это что-то в качестве вашего переживания ну если вы там доходите то сразу же можно наметить другую и идти к ней вот чтобы это как-то было продолжено во времени сама задача этого этой части эксперимента в том чтобы почувствовать как меняется цель и устремленность качество переживания она влияет на него а потом в какой-то момент просто отпустите вот вы идете к цели и отпустите ее так спонтанно просто и снова идите без цели а потом можем поэкспериментировать а можно ли это совместить когда есть одновременно цель куда-то вы движетесь на каком-то направлении к чему-то определенному и в то же время вы можете присутствовать в каждом шаге сознавать их его окей и дальше мы продолжим так ходьбу уже самостоятельно без моих каких-то и предложений и через 15 минут звучит гонг я предложил восстановиться пока каждый из нас может попрактиковать вот добавляя такие эксперименты чувствуя одновременно присутствие и открываясь к вам интересу любопытства этот вопрос что это может нам помогать так продолжим и вот вот Продолжение следует... 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 после вот всего времени практики что меняется в общем состоянии вас вашим как вы себя чувствуете хорошо и давайте сейчас можем сесть и я просто минут 10-15 у нас уйдет на это объяснение меня уйдет я обычно объясняю этот формат основной и потом мы сразу же начнем с практики сидя с медитации сидя так что можете устроиться уже сразу для медитации сидя просто послушать то что буду говорить я вижу у нас большинство тех кто уже бывал на этих ретритах и там один и тот же формат я всегда предлагаю но я всегда говорю для тех людей которые здесь впервые у нас всегда может быть кто-то в записи потом это услышит и так далее поэтому повторение мать учения так сказать вот у нас есть формат специфический часовой то есть в первую очередь мы обращаем внимание на время фиксируем это время у нас есть час внутри этого часа мы будем менять практику две формы у нас будет сидеть и ходить походили сейчас дети мы уже все умеем и соответственно в этом сиденье и ходьбе будет такой элемент замечание собственно самого самой мотивации к изменению я считаю как раз этот формат чем и хорош в первую очередь тем что можем замечать что предшествует нашему действию то что что нас ведет что нас мотивирует к любому действия что это чрезвычайно важная часть опыта нашего если это как бы из этого состоит наша жизнь нас есть действие и мотивация вот мы здесь стараемся заметить этот эту связку и какой-то зазор между ними существует ли он можем ли мы вот где происходит выбор сам и сама техника в этом помогает метод здесь получается так что у нас есть вот это общее время час но внутри него мы сами решаем сколько нам время тратить на этот самый на сидеть на сиденье и на ходьбу мы это определяем вот по внутренним ощущениям мы внимательно к самому этому переживанию я хочу что-то сделать я хочу что-то изменить хочу остаться сидеть или я хочу начать ходить или наоборот вот и для того чтобы это лучше замечать и также не только чтобы это лучше замечать но и чтобы уметь взаимодействовать с импульсом и не обязательно за ним следовать а то есть когда мы можем выбирать следовать или не следовать быть чуть больших большим таким хозяином самого себя не просто следовать за любым внутренним опыльсом который нас куда-то влечет уметь выбирать для этого вот я предлагаю такую технику который я называю три недели завершения что значит то есть вот садимся мы настраиваемся мы сидим делаем там внутри этого какую-то технику например здесь можем вот просто утилешиваться входить в это переживание большего присутствия и добавлять этот вопрос что это он здесь помогает нам быть более алертным более внимательными к там к тому что происходит более любопытствующими интересующимися слушающими открытыми и в какой-то момент у вас этого сиденья рождается желание закончить это просто потому что устали потому что там за что-то зудит что-то чешется это нарастает беспокойство или наоборот вы чувствуете что вы хоть хоть какое-то тупое состояние вам хочется как-то привести какой-то себя один больше динамику то есть в любом случае какой-то вот импульс откуда он появляется и мы стараемся заметить как именно вот как феномен происходит то мысли чувства это физическое ощущение что это такое потом мы его наблюдаем моего как бы свидетельством а как он разворачивается внутри и мы можем ответить вот как как мы слушаем гонг как возникает бам-гонг и потом он уходит 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 вот здесь мы можем проследить что любая фактически волна мотивации любой импульс внутренний он вот так же переживается всячески а возникает если его не не трогать а просто быть с ним ну смысле не трогать не следовать за ним не бороться с ним что с ним не делать то мы замечаем что это волна какая-то да на уху приходит уходит вот это мы можем замечать исследовать и наблюдать особенно когда мы сейчас слушаем гонг вот он возникает и потом он уходит и вопрос куда он уходит куда уходит звук уходит вот в пространство мы и очень часто мы можем замечать это такое пространственное расширение внимания когда звук сам уходит мы как будто раскрываемся к общему пространству здесь тоже самое этот импульс возникает где в сознании тело сознания вот то что мы определяем как себя и он уходит в нас же в сознании тут только в такого более широкого нас открытого и открытого на такое переживание я просто присутствую я осознаю я свидетельство вот в это и мы просто продолжаем сидеть так три раза вот три импульса приходит и мы можем замечать их и не следовать за ним то есть вот почему три не завершения потому что мы не завершаем они приходят а мы не завершаем мы наблюдаем сам импульс а на 4 можно встать и начать ходить то есть последовать за импульсом осознавая тоже как это переживать когда мы не следуем импульс за импульсом когда мы за ним следуем чем разница переживания в опыте ну и все то же самое когда мы ходим то есть у нас мы ходим к нам ходим и появляется желание закончить и посидеть и опять то же самое значит несколько важных еще здесь замечаний во первых по поводу этих трех импульсов нужно ли именно три соблюдать или сколько-то еще по-другому вот три импульса это просто удобное число она ни к чему не привязана смысле что можете назначить себе один импульс его отследить или 5 импульсов или 20 сколько вот сколько вы решите сколько вы для себя поставите такой вот фрейм такой контекст так и будет вы сами это решать рост 3 ну как бы такой вот удобное число ни много ни мало вот второй вопрос который часто возникает а что засчитывать в качестве импульса вот если нос почесался это уже импульс чтобы закончить практику но ведь мы меняем форму там мы сидим неподвижно потом нос почесался вроде бы мне надо его почесать и я уже меняю форму про я уже начинаю движение или это вот прям какое-то сильное желание изменения здесь тоже у меня нет никаких ответов на этот вот что вот так и только так вот как вы сами решите вот что вы сами определите то и для вас и будет это очень субъективное переживание что вы сами назначите для себя той будет нам важно не что именно происходит а что мы можем это замечать собственно наш вот этот вот фрейм который мы специально создаем вот замечать эти желания изменений он и нужен лишь для того чтобы просто замечать вот и все поэтому вы будете замечать все скорее всего если он настроен на это но внутри себя вы можете как раз решать так нос почесался это еще не считается а там какой-то другой вот что хочется уже встать и размять ноги это уже да буду считать это это мы как будто определяем сами внутренне как-то субъективные по ощущениям так сказать вот что еще ну и вроде бы все да ну и и вопрос конечно здесь у нас так как у нас контекст этого более долгого ретрит от этого с вопрошением вопрос здесь может быть как раз очень уместен как мне кажется потому что он как раз делает нас от более открытыми поэтому если вот происходит какое-то переживание то что мы назовем еще здесь мотивации мотивационные а вот это из них к изменениям мы можем заметить его и вот так как ты к нему обратить этот вопрос что это и начать слушать просто открывая свое слушание притихая слушая как этот импульс развивается он в теле ощущение эмоции какая-то ты мысль это все вместе как-то цвета как как это происходит в общем вот такая практика если у вас какие-то вопросы или может быть те кто здесь уже неоднократно бывал может быть у вас есть дополнение о чем я забыл или там не учел что-то тогда можем в принципе сейчас уже начать дать эту же свядущий мы можем занять это это положение для медитации сидя уже стройка сделаем более короткую и снова мы вот входим в практику как в такое пространство специфическое можем почувствовать это как это происходит как мы это переживаем сейчас со звуком гонга вы начнется этот час практики мы мы входим в специфическое пространство практики затем можем из этого теперь положение когда мы сидим тоже оглядеться просто так очень короткий может взгляд бросить вот вокруг смотреть вот пространство я здесь если чего позволим глазам закрыться сделаем несколько глубоких вздохов пустим внимание в таз сначала немножко побудем с этим ощущением опоры поднимемся к макушке потянемся за ней выстроим прямую ось внутри можем чуть покачаться вперед-назад странную сторону чтобы почувствовать эту ось соберем все вместе у нас есть тяжелый таз чувствую вертикальной оси внутри внутреннего стержня макушку стрельна вверх можем отпустить живот немного позволяем дышать сложить руки удобно и такое рекомендованное положение то когда они под животом одна ладонь на другой большие пальцы упираются друг друга такой виде чаши но если это положение удобно то держите как-то другом волна чтобы руки были спокойны чтобы мы чувствовали себя в этой позе стой чего собрана это мы можем как-то опереться на это переживание себя в теле когда у нас есть тяжелый таз вертикальная внутренняя ось макушка устремлена вверх живот дышит руки сложены мы собрана в этой позе можем быть целом в позе чуть больше еще как бы собирая себя где-то в центре живота в глубине живота работая чувство дыхания затем добавим слушание просто вспоминаю что слушание прямо сейчас тоже есть открываясь к слушанию пространство потом если это удобно вам еще можем приоткрыть глаза чуть-чуть и через полуприкрытые глаза смотреть где-то под 45 градусов примерно ни на чем не фокусируясь а если фокусирование происходит то просто отпускать этот фокус просто видеть все пространство вокруг доступное пространство взгляд вот в этом распределенном внимании между телом дыханием слышанием видением можем пребывать можем в него возвращаться если внимание будет уходить мысли еще куда-то это наша опора дыхание может помогать двигаться здесь просто в этом мгновение за мгновением в этом переживании возвращение тела слушание видение при этом мы можем быть внимательны вот ко всему пространству нас самих и когда будут возникать вот эти импульсы потому что чтобы что-то сделать можем замечать их и отпускать соответственно будем менять практику форм практики соответственно с этим нашим форматом при незавершении плюсов время от времени откуда-то из живота из глубины живота можем задавать этот вопрос что это как бы во все стороны одновременно эта бесконечность всему существованию и слушать но давайте продолжим практику давайте Продолжение следует... 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 Просто опять же... Осознавая, чувствуя, что вот сейчас этот сет практики завершается... Как вы сейчас... Как на вас подействовало это время пребывания в практике... Хорошо, ну и после этого можем как-то немножко размяться... Себя погладить, помять, потереть... Еще раз оглядеться в пространстве... И... Хочу сделать объявление, что у нас будет дальше... Сейчас мы вот, когда сейчас завершим, сделаем перерыв... 15 минут... И после этого начнем с практики лежа... С расслабления, с отдыха... Небольшого... Которое, собственно, будет частью этого ретрита... Поэтому... Значит, вот за время перерыва, за 15 минут... Приготовьте, пожалуйста, себе какое-то... Лежбище... Желательно, чтобы оно не было очень мягким... Чтобы тело вот не проваливалось туда как-то... Ну, в общем, что есть, как есть... Важно, чтобы вам было уютно, удобно... Тепло... Поэтому, если у вас не очень тепло там дома сейчас... Накройтесь чем-то... Ну, накрыться чем-то тонким... Может быть, даже имеет смысл... Даже если это... Если тепло... Просто это создает ощущение больше уюта... Еще один такой момент... Вот... Желательно... Желательно, чтобы под... Так как мы будем лежать на спине... Желательно, чтобы под колени... Вы могли положить какой-то валик... Или валики, или подушку... Подушки... То есть, чтобы колени немножко приподнимались... И опирались вот на эти валики... То есть, можно свернуть из... Из одеяла там... Или есть готовые какие-то подушки... Просто положить... Вот... Это желательно... Но там... Если нет ничего... Прям... То можно... Можно и просто лежать с прямыми ногами... Так сказать... Вот... Это значит... То, что нужно подготовить... И, соответственно... Можем... Да... После... Вот этой практики лежа... Мы сразу перейдем снова... В следующий час... Часовой сет... И... В общем... Ну... Пусть у нас будет чуть больше, чем 15 минут... Сейчас можем завершить... Значит... Мы заходим тогда... Ну, я по нашему времени буду считать... По нашему это будет 10-10... То есть, посмотрите, как это будет по-вашему... И когда вы уже... То есть... Ну, вот... Вы приготовите все... И уже можете лежа... Собственно, начинать... То есть, чтобы вы уже лежали... Все у вас было готово... Окей... Тогда... До следующих... До следующей встречи... Через 15 минут... Чуть больше... И выйдем... Выйдем сейчас... И зайдем по этой же ссылке...